Десятки тысяч российских школ распахнули свои двери. 1 сентября начался новый учебный год. Для почти полутора миллионов первоклассников и их родителей это особый торжественный день. Первое знакомство с одноклассниками и учителями. Для тех, кто постарше и в школу пришел не первый раз, новая встреча со старыми друзьями. Первосентябрьская атмосфера чувствовалась и в Конаково. Как отметили День знаний конаковцы, узнала наша съемочная группа. За ранее купленные цветы и воздушные шарики. В Конаково в этот день прокатилась волна детских радостных эмоций, а за ней вторая – мандраж родителей за своих отпрысков. 1 сентября – это праздник, который связывает эпохи. Удивительно, учителя меняются, дети приходят новые, а День знаний празднуют почти так же, как десятки лет назад. И это получается как-то само собой. Дорогие ребята, начинается еще один учебный год. Я очень надеюсь, что он будет интересным для вас, что каждый день в школьной жизни будет полон творческих находок. А мы со своей стороны, взрослые, постараемся сделать для этого все необходимое. От имени Совета депутата города Конаково, от администрации города Конаково, лично от главы города Максимова Валерия Викторовича и, конечно же, от себя лично, я хочу поздравить вас с началом нового учебного года. Глядя на вас сегодня, вот таких отдохнувших, загоревших, готовых покорять новые вершины знаний, хочется сказать вам – молодцы! Так держать! И еще, конечно же, мне хочется обратиться к нашим старшеклассникам. Дорогие ребята, вот у нас сегодня новые ученики, наши первоклассники. Им, конечно же, трудно немножечко, немножечко сложно. И мне очень хочется попросить вас, чтобы вы стали для них настоящими старшими товарищами. Традиционные линейки, пышные банты и букеты. Особенно ответственный этот день для первоклассников. Немного растерянных конаковских мальчишек и девчонок вели в начало взрослой жизни старшеклассники. Вчера вечернула ребенка, ничего не поделала еще. Стоящие рядами загорелые школьники с хризантемами и астрами волнующиеся учителя. С речами и проникновенными напутствиями. В этой праздничной суматохе не потеряться бы и расслышать, что там говорит учительница. А тут еще родители с фото- и видеокамерами просят улыбаться и очень боятся пропустить момент, когда их ребенок переступит порог школы. Все ждали только одного, когда праздничное утро наполнится звуками школьного звонка. В дни, когда сочинялись стихи и песни, они звучат и сегодня, трогая сердца и души родителей, и учителей, и школьников. Если для первоклассников все это впервые, то для учеников постарше это не в новинку. Они знают, что начало учебного года лишит их возможности высыпаться по утрам и гулять сколько хочешь по вечерам. С легкой грустью вспоминают о лете. Радует только встреча со своими старыми друзьями и любимыми учителями. Все хорошее у нас называем первый класс. От Камчат-Орбата в этот день в стране у нас первые ребята поступают в первый класс. Странно, но даже опытные педагоги, у которых за плечами уже не один выпущенный во взрослую жизнь класс, волнуются в этот день не меньше родителей. Взрослые мамы и папы смотрят на своих детей умиленными глазами. И, конечно, каждый из них верит, что их ребенок, едва освоив азбуку, будет успешен в учебе. А может, кто-то из детей и действительно решил стать новым Пушкиным или Пифагором. Это покажет время. Ну а первый учебный день – только один урок. И сразу домой. Такая привилегия для первоклассников. Хотя они, конечно, еще не знают, как приятно приходить всего на один урок. Может быть, поэтому на линейку пришли не все старшие классы. Старичкам-то давно известно, что 1 сентября – это не только праздник, но еще и окончание каникул.